Всем привет! С вами Денис и вы на канале SunProLab. Сегодня у нас рубрика ответы на ваши вопросы. Вопрос задает Боб Моб к ролику про Keflos XLT. Спасибо за долгожданный обзор, спасибо вам. Два вопроса. Первый. Не увидел в настройках выбор правого-левого канала для мастер-колонки. Есть ли такая возможность? Второй. В семье несколько айфонов, так в таком случае воспроизводить контент? Каждый раз спаривать акустику с разными телефонами или достаточно просто AirPlay выбрать колонки, на которые подать сигнал? Спасибо. Начну со второго вопроса. Да, просто выбираем в AirPlay акустику, она там будет доступна и просто подаем сигнал. Все, с любого приложения звук идет. Каждый раз выполнять какие-то сопряжения не нужно. Просто нажали и играет. Нет, в этом мои преимущества Apple AirPlay 2. Первый вопрос. Да, можно назначить. Давайте прям вам и покажу, как это делается. Итак, мы открываем приложение Keflos Connect. У нас тут просто Keflos X2, но там тоже самое абсолютно. Я проверял. Но здесь покажу. Вот Keflos X2. Как видите, соединено. Мы выбираем первый вариант. Открываем. Здесь у нас режим Standby. Можно настроить, выбрать вход. Тут дальше у нас настройки соединения с телевизором. Дисплеи. Дальше кабель мод. То есть, если вы их соединяете к кабелям. А, ну, честно говоря, это только для LSX2 актуально, для LSXLT не актуально. И вот, Inversive LR Speaker. Вот тут мы как раз можем поставить галочку, и они инвертированы. Все. Вот мы и настроили. Либо сняли галочку, в зависимости от того, как они стоят. Все очень просто и понятно, очевидно. Так что, да, вот настройка такая есть. Пользуйтесь. Вопрос такой. Денис, здравствуйте. Спасибо за выпуск. Познавательное вам спасибо. У меня вопрос. Хочу купить Eversolo DMP-A6. Можно ли рассчитывать на его ЦАП? У меня уже есть внешний СМЛ, СМСЛ, СУ, 9 Ультра. Все нравится. Может, будет достаточно встроенного в DMP. Сэкономлю бюджет. Я, кстати, не очень понял, если он у вас уже есть, этот ЦАП. Как вы его сэкономите, продадите? Ну, вопрос-то имеет смысл. Потому что в самом DMP-A6 декодирование звука возложено на ЦАП ES9038Q2M. Это хороший высокопроизводительный чипсет. Он там неплохо сделан. Он поддерживает PCM32 бита на 768 кГц. Ну, максимально DSD 512, декодирует МКИ. Хороший ЦАП, казалось бы. Но, с другой стороны, ваш СМСЛ построен на АК4499EX. Плюс АК4191. Это от АКМ. И, честно говоря, у него, во-первых, сверхнизкий уровень искажений. Это очень такой музыкальный аппарат. Я имею в виду весь, а не конкретно чип. И он крайне хорошо играет, на мой взгляд, в этом бюджете. Замечательно. Плюс это все-таки отдельный ЦАП. Он изолированный, с отдельным источником питания. И я уверен, что он будет играть лучше, чем встроенный. С другой стороны, если вы хотите как-то сэкономить, продать этот, купить тот усилитель, а продать ЦАП, то, да, может быть, так и можно. Если у вас есть возможность, то вот этот основной ваш ЦАП можно использовать в связке. Будет замечательно. Владимир спрашивает. Здравствуйте. Как сыграются Дали Аберон 3 и Йота ВХ МАТ 3? Комната 19 квадратных метров. Слушаю винил, стриминг и основном уроке. Спасибо. Да в целом, знаете, неплохо. Хороший усилитель. Очень-очень функциональный. С Дали сыграется хорошо. Его вот такой вот британский хороший характер, так сказать, звучание. Неплохо сочетается с такими системами, как Дали. И серия Аберон в том числе. Я думаю, это нормально будет играть. Единственное, что винил лучше тогда отдельный какой-нибудь фонокорректор, встроенный в него. Он такой очень простенький. Но в остальном, зато вот сетевые функции очень хорошие. Такой вопрос. Сделал себе подарок и приобрел Q-Acoustic 540. Подключил к моему старенькому Prima-Rai 15. Усилитель без фона и призмы. Мне нравится звук. Какой интегральный усилитель до 200 тысяч могли бы порекомендовать? Или этот бюджет не позволит выйти на класс выше? Слушаю джаз, джаз, соул, никакого тяжелого рока. Вы сами писали, что хотели бы послушать Denon PMA 1700. Хороший вариант. Q-Acoustic. Интересная система. С бумажными диффузорами своими особенными. Казалось бы, легкая и чувствительность достаточно высокая. Но подобрать к нему усилитель не так просто. Допустим, вот Hi-Fi советовали к нему нейм. Но они вообще с XS3 слушали? Ну, тут 5 ISI. Можно посмотреть. Мне кажется, в этом бюджете можно даже поискать. Но это прям голый усилитель. Обычный. В классе АБ. Но он неплохо с ними споется. И я думаю, это будет прям интересно. Если что-то подешевле, то Leak Stereo 230. Учитывая жанры, которые вы указали, он такой прямаро суховатый с ними. Прям суховатый. И может быть действительно такой невовлеченный звук получается. Поэтому Sleek может быть просто интереснее. Пообъемнее, как-то побогаче позвучать. Не то, что это высший класс, но по-другому. Так что вот можно его рассмотреть и попробовать послушать. Имею в виду, что и Denon тоже стоит послушать. И Name. Ну и третий вариант. Это Vincent SV500. Тоже любопытный усилитель. И вот мне интуитивно кажется, с этой акустикой он может неплохо сыграться. И играть сильно интереснее, чем с Primara i15. Здравствуйте, спасибо за ваши выпуски, спасибо. Подскажите, что лучше стереоусилитель для электроники и тяжмета? Hegel или Denon? Либо другие марки? В одинаковых ценовых диапазонах. Воспроизведение будет из стриминга. И так ли важно гнаться за биампингом? Ну, на последнее это вопрос уже субъективный. По мне так, нормальный биампинг это прям либо дорого, либо из какой-нибудь Y2X делать, там дешевые эти мощники покупать. Кстати, неплохо вариант. Но у меня с биампингом такая еще ситуация, с акустикой, где есть кроссовер, полноценный биампинг, ну, для меня звучит неубедительно. Лучше просто моноблоками. Каждый усилитель на каждый канал плюс предусилитель, вот это я еще понимаю. А вот эти биампинги просто так, непонятно из чего, не понимаю. Что касается основного вопроса. Тут вопрос в том, что вам больше нравится. Denon даст больше такого мясца и жира, так сказать. Он более разнузданный, будет подинамичнее, поактивнее это играть, пообъемнее. А вот Hegel даст больше разборчивости. И на какой-нибудь тяжмете электроники очень часто важна разборчивость. Особенно в совсем сложных моментах. И в этом плане Hegel лучше. Но если больше мяса и жира хочется, то, наверное, будет Denon. Вам бы лучше послушать и сравнить. И понять, что больше нравится лично вам. Короткий вопрос про LSX. Скажите, пожалуйста, у них есть благородный, в кавычках, белый шум, как Аулак или Клипш? В нормальном режиме нет. Они молчат. То есть, если там вдруг кого-то появится, это что-то не так, это брак. Но такому не встречал. Но простой ответ – нет. Вопрос от Дмитрия Котстейна. Видимо так. Здравствуйте, Денис. Поглядываю на Перлистен R5M. Крупные полочники. Комната 18 квадратных метров. Хочется воздуха в звуке. И стекла максимальной натуральности при звучании акустически около того гитары. Подойдет ли данная акустика? Какое усиление к ней можно порекомендовать? Если возможно, одну-две альтернативных связки в схожих бюджетах. Источником планируется передача Lossless файлов по AirPlay. Собрана большая библиотека на смартфоне. Плюс Кабуз. Спасибо заранее. Вы, конечно, вопросики задаете. Мам не горюй. Много от меня хотите. Во-первых, вот вы пишете про альтернативные связки в схожих бюджетах. А какая альтернативная связка к этим Перлистенам может быть? Эта акустика, она такая очень индивидуальная. Во-первых, там любопытнейший твиттер сделан. Он буквально из трех состоит. Еще и все это по схеме Диаполиты. Еще и Берилий. Ну, то есть, похоже, акустика стоит там уже полтора миллиона. Где-то там некоторые Маджеко или Бурмистер там смотреть. Даже не Бурмистер, а... Да неважно. Если честно, не будем мы туда смотреть. Я не вижу альтернативы данным системам. Они очень специфичные. Но если прям нравится такое, и да, они действительно очень натурально звучат. Особенно вот высокие частоты. Крайне любопытная акустика. Я прям много времени с ней не проводил. Слышал на выставках, но акустика очень любопытная. И с усилением тут достаточно сложно как ее подбирать. Это вам придется самому работу это проделывать. Вот Володя, наш инсталлятор, советовал посмотреть на Бурмистер. Но может подойдут и какие-нибудь электрокомпоненты старшие или Акуфейсы. Вообще с этой акустикой, с гиперразрешением таким, прям сложно. Надо подбирать связки и проделать такую самостоятельную работу. Я бы не ориентировался ни на чьи советы. И в том числе ни на мои. Потому что акустика специфичная. Не дешевая. И там вот как на уши ляжет, так вам и может понравиться. Здесь лучше не ориентироваться на чужие советы. Выбирайте сами. Правда. Вопрос от Михайлова Дмитрия. Выбирай себе активные полочники. Посоветуйте, что лучше выбрать между Triangle Barrier 03 Connect, Clipsch Files и Magnat 800A. Источник меню. Слушаю пасту. Построк, джаз в основном. Ну, вот такие варианты. Magnat любопытно выглядит. Но... Да и не без каких-либо нот. Нормально они звучат. По мне так не хватает какой-то немножко разборчивости и связанности в звучании. Triangle любопытно. Ну, Triangle есть Triangle. Они звучат нормально. Интересно для такой связки. Там с винилом простой. Они хорошо подойдут. Но учитывая жанры и винил... Ты посмотрите на Clipsch пятерки. Они хорошие. Вот эти... Там и бас есть, и рупор. И вообще, честно говоря, с винилом они как будто бы прям созданы друг для друга. Я бы посоветовал Clipsch. Вопрос задает Лидия. Но уже время прошло. Не увидел раньше. Здравствуйте, Денис. Помогите, пожалуйста, подобрать усилитель для акустики Yamaha NS1000X. Акустика сына. Дорогая. Нужен достойный усилитель. Сюрприз. Слушает джаз, диско, рок. Более живые инструменты. Музыка вся в ноутбуке и на дисках. Диски слушает тоже с ноутбука. Никаких музыкальных магазинов у нас нет. Комната 25 квадратных метров. Заранее благодарная. Извините, Лидия, если прям уже опоздал. По этой акустике ответ будет от нашего Володи-инсталлятора. Он говорит Denon 1700. Идеально прям подходит. Будет хорошо. Ну, я доверюсь ему. Он с ними больше дела имел. Да и Denon 1700 хороший усилитель. Прям нормально подойдет. Ну и по традиции, под конец подборочка сегодня. Сегодня, после прошлых хадкорной, я, наверное, попроще. Весна все-таки. Поэтому у меня сегодня девочки. Первые будут Калейды или Каллайды. Я не знаю до сих пор, как правильно. Ну, девочки выпустили новый релиз. Совсем свежий. 24-го года. Ценитесь, прям совсем новую музыку начал слушать. В отличие от альбома Тынг, который мне так очень-очень нравится, здесь уже чуть меньше самобытности, минималистично в синти-поп-саунде. Здесь саунд чуть более стандартный. Он все еще интересно. Все еще интересные приемы применены. Но как-то чуть более стандартно звучит. Более попсово, я бы так сказал. Хотя это поп-группу логично. Но зато вот этот немецкий вокал солистки, он сохраняется. Он все еще такой же загадочный, прям манящий. Ну, интересный релиз. Послушать мне было приятно. Слушаю периодически по дороге на работу. А следующий альбом у нас будет от Карен Нелсон. Радио Red Hat. Том первый. Не знаю, где второй том. Но я, честно говоря, очень люблю слушать альбом именно весной. Ее вокал очень приятный, песни очень приятные. И все такое весеннее. Прям хороший, легкий весенний альбом. С огромным удовольствием слушаешь, когда солнышко на улице. Ну, и третья исполнительница на сегодня это Рэйчел Ямагата. Название альбома даже не буду читать. Вот как он называется. Это такой уже женский блюз-рок. Менее весенний альбом по настроению. Но, учитывая, что есть такой витаминоз, еще и пасмурные дни впереди. Не только солнышко будет светить. То можно тоже послушать. Интересное звучание, интересный вокал. Тоже хороший альбом. Вот на этом, пожалуй, все. Ну и в целом на этом выпуск у нас сегодня заканчивается. Подпишитесь на канал, пишите комментарии. И до новых встреч. С вами был Денис. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова